Не так давно на глаза мне попалась весьма монструозная вида радиолампа ГУ-81М. Привлекла она прежде всего своим огромными размерами. Зачем нужна такая большая лампа и где она применяется? Лампа ГУ-81М является самым мощным генераторным петоном в стеклянном оформлении с примонокальным вольфрамовым тарированным карбидированным катодом с естественным или принудительным воздушным охлаждением. Соответствует размеру и ее электрические характеристики. Ток накала 10 А, предельное напряжение 3 кВ, выходная мощность до 750 Вт, рабочая частота 50 МГц, сопротивление в цепи анода 2 кОм. К числу преимуществ этой лампы относится высокий коэффициент использования анодного напряжения, то есть высокий коэффициент полезного действия, высокая стабильность параметров и рабоспособность в широком диапазоне изменения температуры окружающей среды от минус 60 до плюс 350 градусов Цельсия, устойчивость и работоспособность при воздействии ионизирующего излучения, мгновенная готовность к работе, не более 5 секунд. Достаточно высокая механическая прочность конструкции позволяет применять лампы не только в стационарной, но и в подвижной аппаратуре. Из ограничений следует отметить только то, что при эксплуатации лампы значения параметров определяющих режим не должны превышать предельно допустимые значения, и не допускается длительная работа лампы при предельно допустимых значениях. Широкий диапазон рабочих частот и достаточно высокий уровень выходной мощности позволяет применить лампу в аппаратуре самого различного назначения. Она предназначена для генерирования и усиления электрических колебаний низких и высоких частот и находит широкое применение в радиосвязи и радиовещании. Для сверхвысококачественного воспроизведения звуковых частот в радиоэлектронных устройствах, экспериментальной физике и медицине. Лампа может применяться в устройствах индукционного нагрева, в том числе для закалки режущего инструмента и шестерен, высококачественной сушки обжиг керамических деталей, промышленности для производства парасмаз и резиновой промышленности для высококачественной вулканизации, пищевой промышленности для консервирования продуктов, просушивания чая, овощей, фруктов для сушки зерна.